Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о зебрах что мы знаем о них ну то что они полосатые и живут в африке ни для кого не секрет немного похоже на лошадь а может даже и много да и почему не оседлать да и не прокатиться верхом по африканским просторам и возможно ли это да и точно ли только в африке живет обо всем об этом да еще много о чем пойдет сегодня наш полосатый рассказ поехали и начнем мы с того тоже такая зебра зебра относится к небольшому роду лошадей в который входит 9 современных видов и на данный момент нас интересуют все полосатые виды это зебра грави или пустынная зебра горная зебра и бурчелова зебра она же саванная зебра зебра относится к отряду не парнокопытных и кого интересует этот вопрос тут все просто в отличие от парнокопытных у них нечетное число пальцев образующих копыта например это копыта коровы а вот копыта лошади такое же у зебры один нечетное число значит не парнокопытное наше полосатое животное среднего размера меньше домашней лошади и плотного телосложения на относительно коротких ногах взрослые особи не характеризуются столь быстрым бегом как взрослые лошади но могут развивать весьма пристойную скорость до 75 километров в час и если для многих это покажется немного то попробуйте проехаться с такой скоростью по африканскому бездорожью на своей малолитражке не говоря уже о пешкарусе от природных врагов зебра убегает не по прямой линии а зигзагами что делает ее практически недосягаемым объектом пропитания для многих хищников длина тела составляет до двух метров хвоста до полуметра высота в холке полтора масса до 350 килограммов самцы всего на 10 процентов крупнее самок и другое отличие самцов от самок более толстая шея на которой находится удлиненная мордочка да что морда какая грива грива короткая черная прямо стоящая да и на конце хвоста кисточка из длинных волос несмотря на то что у зебры зрение слабо развитая у нее хорошо развита обоняние поэтому потенциальную угрозу она чувствует на большом расстоянии при этом об этой угрозе уже знает весь табун в арсенале зебры чтобы пообщаться со своими собратьями имеется своеобразный набор звуков в виде собачьего лая лошадиного ржания или ослиного крика в общем взяла зебра все звуки от всех сородичей собаки не в счет вот собственно и все конь как конь только поменьше но зебра не конь они же полосатые окраска характерная для зебр состоит из чередующихся темных и светлых полос точнее светлых полос на темном фоне да да именно так даже несмотря на то что белого в окрасе кажется больше этот оптический вопрос к физикам на самом деле все же ребята на эмбриональной стадии черные а вот молодняк или же ребята рождаются с коричневой и белой шерстью а с возрастом коричневая темнеет к тому же о темном прошлом напоминает и кожа животных она у взрослых зебр тоже черная у каждой особи свой неповторимый рисунок он также индивидуален как отпечатки пальцев у людей рисунок полос изменчив индивидуально и географически что позволяет выделить шесть подвидов в целом у северных подвидов саванной зебры полосы выражены четче и покрывают все тело в то время как у южных подвидов например у зебры чапмана они шире на крупе и ногах имеют тенденцию светлеть и размываться а на фоне белых полос различимы дублирующие их теневые светло-коричневые полосы от пустынной зебры саванная зебра отличается меньшими размерами и более редкими полосками от горной зебры отсутствием подгрудника характерной выпуклости на шее и узора в виде решетки на крупе но вопрос остается на поверхности так почему же она полосатая ученые уже несколько десятилетий ведут споры об эволюционных причинах возникновения черно-белых полосок на теле зебр на данный момент у них есть несколько теорий о предназначении необычной текстуры животных они могут быть нужны для защиты от насекомых легкого распознавания сородичей и для правильного теплообмена в жарких африканских условиях гипотеза крипсиса была предложена альфредом волосом в 1896 году и предполагает что полосы позволяют животному сливаться с окружающей средой и хищники не могут воспринимать как единая целая зебру гипотеза путаницы утверждает что полосы сбивают хищника в столку например затрудняя различать особей в группе а также снижает способности хищника следить за целью во время погони и затрудняет определение размеров скорости и направления зебры с помощью так называемого слепящего движения а я бы принял бы все теории мне кажется все это важно для зебры и полоски эти точно неспроста с полосками более-менее разобрались и тут новый вопрос почему зебра что за имя такое и совсем не полосатые хотя у многих полоски уже вызывают ассоциации с зеброй и тут дорогие друзья все секретно и закрыта полосатыми печатями или уходит в глубокие века доподлинно неизвестно откуда появилась это слово есть несколько предположений но они не стоят вашего внимания зебра она и в африке зебра и это что называется правда живет она в настоящее время не считая зоопарков только на африканском континенте ареал полосатых непарнокопытных расположен в основном на территории южной и юго-восточной африки там они и пасутся рацион питания которых состоит из объектов пропитания исключительно растительного происхождения взрослые животные предпочитают питаться зеленой но короткой травой которая растет близко к земле но не всегда наши предпочтения имеют общее с нашей действительностью зебры обитающие в засушливых районах питаются также листьями деревьев и кустарников так как в подобных условиях травянистый покров практически не растет а нет листьев есть побеги почки и веточки а если совсем туго то и кора сгодится а что у них с отношениями они довольно таки социальны группу из 10-15 кобылок возглавляет альфа самец вместе со своей альфа самочкой главная самка ищет место водопоя самец же защищает своих дам от хищников и охраняет их от чужих самцов самец часто принимает удар на себя защищая все стадо молодых самцов как правило выгоняют из семьи в два года самки остаются в стадий или же ищут новый табун чтобы продолжить род пока жеребец не окрепнет он тусуется в компании себе подобных в так называемых холостяцких табунах таких же страждущих до продолжения рода самцов но все не просто так свой гарем самцам нужно завоевать в битве не на жизнь а на смерть новичок покинувший своих сверстников и отбивший таки свое собственное стадо самоутверждается крайне радикальным способом всех жеребят рожденных от предыдущих главы самец без стеснения пытается укокошить ничего личного все ради того чтобы распространить свои гены и уничтожить потомков бывшего конкурента кстати точно также поступает со своим новым гаремом и львы то у кого подсмотрел непонятно но такие они жестокие реалии африки здесь даже обычная лошадка размером с пони превращается в настоящего убийцу но это происходит не всегда и в основном с равнинными зебрами и если все хорошо у полосатой мамы обычно рождается один же ребенок который уже через час после рождения способен бегать новорожденная зебра будет следовать за всем что движется поэтому молодые матери не позволяют другим кобылам приближаться к своим жеребятам поскольку они лучше знакомиться с рисунком полос запахом и голосом матери в возрасте нескольких недель жеребята начинают пастись но могут и дальше кормиться молоком от 8 до 13 месяцев мамы не против лишь бы зебрёнок был здоров и лишь бы никто его не обидел и несмотря на скромные габариты зебры отнюдь не легкая добыча во-первых их сила в стаде и если полосатые лошадки заподозрили опасность то они быстро собираются в боевой круг внутри детеныши и старики снаружи пышущие здоровьем особи готовы надавать льву по первое число кстати о взаимовыручке нередко зебры пасутся рядом с антилопами так они предупреждают друг друга об опасности но во вторых даже одинокая зебра способна задать жару незадачливому случайному хищнику бросившему на нее свой хищный взгляд в ее арсенале клыки и копыта с копытами все понятно один удар и череп короля саваны уже не такой как был вчера но клыки да несмотря на всю свою травоядность наши полосатые друзья действительно не обделены оружием хищников более того укус полосатой лошади не менее опасен хоть и послабее куся того же льва а все потому что от постоянного жевания травы жевательные мышцы развиты не хуже чем у мясоедов поэтому зебры готовы жевать и метать своего обидчика на куски причем в самом прямом из всех прямых смыслов правда клыки есть только у самцов и они помогают им сражениях с другими жеребцами за гарем из самочек и несмотря на полосатость копыта стадность да и клыки зебры подвергаются нападению таких крупных хищников как львы гепарды и леопарды когда животные появляются на водопое то на них могут напасть и крокодилы детеныши могут стать добычей для гиен а если гиен стая они в основном стайны им не страшен даже лев до возраста одного года жеребята подвержены как нападению хищников так и заражению различными болезнями годичному возрасту доживают около 50 процентов появившегося на свет потомство обитая в условиях естественной природной среды отдельные удачливые особи доживают до 25 лет но находясь в условиях неволе зебра может прожить в два раза дольше да и человек любил поохотиться на полосатиков кто-то ради шкур в своем интерьере а кто-то ради удовольствия да попадаются и такие экземпляры и кто-то думает что зебры широко распространены да не тут то было популяция зебр гриви оценивается менее чем в 2000 взрослых особей горных зебр насчитывается около 35 тысяч и их популяция похоже увеличивается и только численность равнинной зебры составляет 150 тысяч 250 тысяч особей но с тенденцией к сокращению популяции и это дорогие друзья на целый материк в двадцать первом веке шкуры зебр по-прежнему продаются по цене 2000 долларов их добывают охотники за трофеями и таких в африке немало зебр можно найти на многочисленных охраняемых территориях в национальных парках африки а кто-то спросит так почему зебру до сих пор не одомашнили почти лошадь только полосатая и тут необходимо немного истории зебры содержались в неволе по крайней мере со времен римской империи в более поздние времена зебр содержащихся в неволе развозили по всему миру часто по дипломатическим причинам в 1261 году египетский султан бейбарс учредил посольство с альфонсо 10 кастильским и отправил в дар зебру и других экзотических животных в 1417 году зебра была подарена китайскому народу и выставлена перед императором юн ле четвертый император великих моголов джихангир получил зебру из эфиопии в 1620 году и устат мансур нарисовал ее 1670 годах эфиопский император йоханнес 1 экспортировал двух зебр голландскому губернатору джакарты эти животные в конечном итоге были переданы голландцами сугунату тугукава в японии а когда британская королева шарлотта получила зебру в качестве свадебного подарка в 1762 году это животное стало источником очарования для всех жителей многие стекались чтобы увидеть его в загоне в букингенском дворце попытки одомашнить зебр в основном не увенчались успехом возможно эволюционировав под давлением многих крупных хищников африки в том числе первых людей они стали более агрессивными что затруднило приручение тем не менее зебр обучали на протяжении всей истории время записано что зебру тянули колесницы во время игр амфитеатров начиная с правления каракалы конце 19 века зоолог уолтер ротшильд обучил нескольких зебр тянуть карету в англии которую он отвез букингенский дворец чтобы продемонстрировать что это можно сделать однако он не ездил на них знаю что они слишком маленькие агрессивные в начале 20 века немецкие колониальные офицеры восточной африки пытались использовать зебр как для вождения так и для верховой езды но без особого успеха и это показатель насколько это свободолюбивая и непокорное животное благодаря своим характерным черно-белым полосам зебры являются одними из самых узнаваемых млекопитающих на земле и человечеству остается наблюдать со стороны на эту полосатую лошадку и по возможности не вмешиваясь в ее и так не простую африканскую жизнь смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами был канал планета земля